В этом выпуске обсудили итоги прошедших выходных. Женебек Али Мханулы дозрочно победил Винченцо Гуальтери и объединил пояса WBO и IBF в среднем весе. А Дим Дзю успешно защитил свой мировой пояс WBO в первом среднем весе. Давид Бенавидис и Дмитриус Андрейт отбоксируют в ноябре. Встреча Дэвина Хэнни и Реджеса Прогре в декабре обозначили главные бои этого уикенда. Небитые полутяжи Джошуа Буатси, Дэн Азиз и суперлегковесый Джек Кэттерл Хорхелинарес в Англии 21 октября. Вот знаешь, коллега, как говорится, сыном папа может гордиться. А это мы к чему? Здравствуйте. И начинаем мы, конечно же, с династии Дзю. Я думаю, что действительно Константин Борисович Дзю может гордиться своим сыном Тимофеем, который защитил свой пояс. Пояс полновесный причем. ВБО, кстати, когда он получил его и после Чарлоу без боя, он, кстати, не стал это очень сильно праздновать, а сказал, что надо дождаться боя, и вот только потом он станет полноценным чемпионом ВБО. Да, и... Это случилось. Это случилось. Первый средний вес 69,9 кг. Соперник, кстати, не подарок. Не подарок. Брайан Минтоса, американец. Но надо сказать, что в очередной раз Тимофей Дзю показал, что продолжает совершенствовать свой арсенал защитных действий. Достаточно неплохо он в этом поединке защищался. Хотя многие считают, что шел достаточно прямолинейно на соперника, без ударов, не был мобилен на ногах. Но при всем при этом результат есть результат. Единогласное решение судей и достаточно уверенное. Я так скажу, что да. Первые четыре раунда Тимофей пристраивался к Миндосе. Я думаю, что Миндоса за счет того, что Тимофей просто шел за блоком, мало бросал, он смотрелся хорошо, работал на опережение, сыпал джебом. И, на мой взгляд, первые четыре раунда может было отдать американцу. Но с пятого раунда Тимофей нашел свою дистанцию, начал взрываться и постепенно наращивать, прибавлять, прибавлять, прибавлять. Ну и вспомни, как он потряс вот этим апперкотом там уже Миндосу. И вторая половина поединка, вторые шесть раундов, я думаю, там очень четко забрал, конечно, джеб. А некоторые разы и просто избивал, скажем так, с его. Были, да, моменты, когда был Миндоса прям на грани, но при этом не сдавался, отвечал. Тимофей тоже пропускал. Защита не идеальная. Но если сравнивать его с предыдущими поединками, его защиту, я согласен с твоим мнением, что он улучшился. Ну даже, коллега, посмотри, после поединка, как выглядели лица боксеров. Там Миндоса получил и растечение над левой, и серьезная гематома. При этом он, конечно же, боец. Он показал, что он приехал сражаться. Он полностью максимально использовал шанс получить пояс, завоевать его. Но он ничего не дал ему сделать здесь все-таки Тимофей Дзю. Тимофей Дзю доказал, что у него хорошая чавка, имеется в виду... При этом, да, вот, коллега, я думаю, каких-то тяжелых-то ударов Тимофей, наверное, и не дал по себе попасть. Там были одиночные, но потом на повторах было видно, что хорошо защищается предплечьями, классно отбивает плечами. Были пара-тройка апперкотов справа, очень опасных. Было-было, но все-таки это, извините меня, чемпионский поединок. И еще один момент, который сыграл, наверное, на руку Тимофею Дзю. У него есть опыт проведения полностью 12-раундовых поединков, чего не было у Брайана Мендоса. Он ни разу не боксировал больше десяти. И где-то во второй половине видно было, что уже бензин заканчивается. И там последний раунд он уже просто откровенно... Ну, не то, что выживал, но... Но при этом, да, 12-й какой получился. Немножко отпустил Тимофей Дзю и тут же, тут же обострился Мендоса. Ну, правда, там уже ничего ему не хватило. Чего-то сделать ему и не дал. Ну, я, да, я, честно говоря, ожидал рубки, что будет Тимофей рубиться, но Тимофей отбоксировал достаточно дисциплинированно. Но Тимофей шел вперед, он навязывал среднюю дистанцию. Да, но он показал сейчас, что защищается он достаточно хорошо, грамотно, качественно. Не столько был подвижен на ногах, может быть, не столько пробивал передней рукой, готовя свои атаки. Но, в принципе, ему этого хватило для уверенной победы. Ну, и Брайан Мендоса стилистически оказался все-таки для Тимофея более-менее удобен. Коллега, это всегда говорят, он стилистически удобен, он уже пробитый, он сбитый летчик. Эти выражения всегда. А он как раз-таки не пробитый. Он очень классно отработал, показал очень хорошую стойкость, пропускал тяжелые удары. Вопрос в том сейчас, да, как восстановится Брайан Мендоса и будет ли у него еще один поход за поясом. А я тебе скажу так, коллега, на кону стоял только пояс чемпиона мира по версии WBO. Пояс временного чемпиона мира по версии WBC, который принадлежит Брайану Мендосе, не стоял. Остается у него, значит. Конечно, конечно. Гораздо интереснее, что же будет дальше с Тимофеем Дзю, который уже после поединка на ринге, находясь, давая интервью, сказал Чарло, где вы, ребята? Где ты конкретно, я так думаю, что у меня прежде всего Джернелла Чарла. Конечно, навряд ли, да. Сразу поединок пройдет с двумя братьями, мы знаем об этом. Но при этом интересно посмотреть, как здесь, знаешь, мне кажется, очень важно, где будет состоять этот поединок. Потому что, беря этот бой, я думаю, скорее всего, Тимофей полетит в Соединенные Штаты Америки. А это перелет, это, опять же, сложная ситуация, это смена часовых поясов. Как она скажется на нем? Ну, слушай, Тимофей Дзю не первый год уже тренируется в Лас-Вегасе. Кстати говоря... Я думаю, с этим хорошо справляется и умеет. Да, тут момент такой, будет ли Джернел Чарла защищать свои пояса в 69.9 после скачка на две категории для боя с Саулем Альваресом. Потому что там уже вроде как намечает свой обязательный претендент по АБФ в лице россиянина Бахрама Муртазалиева. И, соответственно, Тимофей Дзю следующий бой будет у него, может быть, не из Чарла, а будет это или добровольная защита пояса, или обязательная. Там тоже есть варианты. Многие, кстати, говорят про Исраила Мадримова, хотя он по версии WBO не очень высоко стоит. Ну, лично мне было бы интересно посмотреть бой Тимофея Дзю против Мадримова. Почему бы и нет? Хороший бой. Вопрос, насколько он денежный и нужен ли он сейчас команде Тимофея Дзю. Переносимся мы из Австралии в Соединенные Штаты Америки и, как говорится, в городе новый шериф, а в среднем весе новый король. Жанебек Алимханулой к радости болельщиков из Казахстана. Я думаю, в Казахстане праздник до сих пор продолжается. Объединил пояса, не оставил никаких шансов. Он Винченцо Гуальтери, который владел поясом АБФ, соответственно, Жанебек Алимханулой выставил пояс WBO, на ком очень нечастое явление, когда вот сразу после первой же защиты идет объединительный поединок. Да. И здесь парни, конечно, оба молодцы, оба рискнули. Ну, и что? На бумаге бой казался плюс-минус конкурентным. Но где-то раунды со второго, с третьего, наверное... Да нет, нам вообще не оставил Жанебек никаких шансов. Превратилось в одностороние избиения. Да, он двигался на ногах, и несмотря на то, что, как говорится, его соперник Гуальтери так показывал себя, вроде как Рой Джонс, опускал руки, где-то провоцировал на себя. Не помогло. Не помогло, да. Жанебек ни разу не застоялся после своих быстрых атак, прекрасно владел своей передней рукой, на ногах раздергивал соперника, ну и показал свою такую очень хорошую мастеровитость, скажем так, умение боксировать, вот именно боксировать, а не драться. Оббоксировал классно. И вновь, да, как потряс вот этим опять он апперкотом, как и в предыдущем своем бою, ушел от передней руки своего соперника, с дальней левой руки подцепил апперкотом, точно по бороде, ну а потом уже развивал свои атаки. Ну, то есть, там было, в принципе, ясно, что рано или поздно это закончится досрочный. И рефери, кстати, я считаю, поступил очень правильно. Абсолютно верно. Там, причем первый раз начал Алим Ханулу избивать так у канатов Винченцо, даже посмотрел на рефери, рефери дал возможность продолжить, но в точно таком же повторном эпизоде все-таки он уже остановил, потому что Гуалтерей, мне кажется, был потрясен этими ударами и уже думал больше не о том, как одержать победу, а о том, как выжить. Да, поэтому Алим Ханулу отличный поединок провел. Я считаю, что все-таки на данный момент он, наверное, сильнейший в своей весовой категории. Все-таки два пояса. Плюс очень понравилась именно его боксерская IQ в ринге. То есть он в первом раунде прессовал, во втором раунде, ага, поменяю тактику, поменял тактику и уже как бы дал подраскрыться где-то Гуалтере и очень классно этим воспользовался. Если кто, скажем так, вот прям смотрит эти поединки для того, чтобы, возможно, чему-то научиться или что-то подчеркнуть, тут можно прям посмотреть, как ярко нужно грамотно действовать спортсмену и стойке левши в боксе. То есть как он ставит стопы, как он двигается по отношению к сопернику, как он финтит передней ногой, переставляя стопу то ближе, то вовнутрь стойки соперника. Тут очень интересно. Плюс правая рука, да, то есть он передний, в данном случае правой рукой, не только джебил, но еще и бил боковые достаточно крепкие по корпусу. И он всегда, да, накрывает вот так вот передней рукой переднюю руку своего соперника, бьет в корпус. Как бы огромное количество, огромное количество технического арсенала именно у Женебека, а не вханулы. Плюс хороший удар, великолепный тайминг. Кто следующий, интересно, будет его соперником. Про дальнейшую карьеру Женебека очень интересно, потому что, смотри... Возрастной Лара владеет одним из поясов. 40-летний, кстати, губинец. Готов ли ветеран еще вообще, в принципе, выходить на ринг? Но он тоже левша, мы знаем, и тоже достаточно техничен. WBA поясом он владеет. Смотри, два пояса уже у Женебека. По WBU, кстати говоря, там очень высоко стоит Крис Юбан-пладший. Но готов ли британец, так сказать, рискнуть? Ну, мы знаем сейчас, что очень большое количество британских боксеров приглашают к себе боксировать чемпиона. Тем более, что у Женебека Алимханулы есть опыт выступления на родине бокса в Англии. Побеждал он тогда Дензела Бентли. Причем, кстати, Бентли он победил, так скажем, по очкам. Да. А Гуалтиери был нокаутирован практически. Ну, и поясом WBC владеет, конечно же. Джермел Чарло. Ну, кстати, Алимханулы Чарло, мне кажется, отличная вывеска. Ну, есть еще временный чемпион Карлос Адамес. Ну, в общем, варианты есть. И так, навскидку, ты знаешь, коллега, так если прикинуть теоретически, ну, всем будет очень тяжело с Женебеком. Ну, а я думаю, что бой с Геннадием Головкиным скорее всего не состоится. Как равно, как и с Миримом Нурсултановым, который тоже на подходе, еще один казахский контендер. Пару слов про карт, буквально, я скажу. Кишон Дэвис остался непобежденным. Это проспект легковестный, которого Боб Арум делает ставку. Был у него достаточно серьезный соперник Нахир Олбрайт и победил не то чтобы со скрипом, но с вопросами. Победил Дэвис, но с вопросами. Олбрайт показал характер пару-тройку раз. Он прям серьезно там действительно что-либо в конце раундов это было на руку Дэвису. Пару-тройку раз он Дэвиса зацепил, там ножки чуть-чуть сплясали. Дэвис выиграл, но оставил вопросы. Но, тем не менее, он, так сказать, заработал свою десятую победу. Ноль поражений, ноль ничьих. Остается проспектом, остается интересен для американских зрителей. Совершенно верно. состоится в ноябре и в декабре. Соответственно, очень-очень хорошие поединки. Достаточно прикольная вывеска. Это Дмитриус Андрейд, бывший чемпион мира в 69,9 по WBO. Он ныне обосновавшийся во втором среднем весе 76,2 американец сразится со своим соотечественником Давидом Бенавидисом по прозвищу Красный флаг. Давид Бенавидис известен тем, что он является временным чемпионом мира по версии WBC или регулярным, где супер чемпионом является, соответственно, Сауль Альварес. И очень много ходит разговоров о том, что Сауль Альварес как раз-таки избегает поединков именно с Бенавидисом. Но это всегда такие разговоры уходят. Всегда кто-то от кого-то убегает до тех моментов, пока они не встречаются в квадрате рейдера. А Давид Морель в общем-то предлагал Бенавидису подраться. Бенавидис в итоге выбрал плюс-минус, наверное, для своей команды. Там они так посчитали безопасного Андрейда. Но Андрейд боксер неприятный во всех отношениях. Обученный, скользкий, очень такой терпеливый, не очень удобный для многих боксеров. Да, и посмотрим, как Бенавидис справится ли он с ним и справится как. Другое дело, что, да, Андрейд немножечко уже в возрасте чуть-чуть. И он не природный супермидлер, а Бенавидис это здоровенный парень, который даже часть карьеры провел в полутежах. Еще один поединок, который бы хотелось отметить. Разговоры ходили, определилась точная дата. Это 9 декабря. США и здесь Дэвин Хэйни, так-то абсолютный чемпион в легком весе, если что, до сих пор, сразится на категорию выше, в 63,5 кг, в первом полусреднем весе со своим соотечественником Реджисом Прагре, который выставляет пояс WBC на комп. Да. Чемпион, кстати, он оттуда, и вот так вот Дэвин Хэйни поднимается сразу за чемпионским боем. Ну, есть ряд людей, которые утверждают, ну, наконец-то Дэвин Хэйни будет выступать в своей родной категории, потому что до этого он, грубо говоря, был таким весогонщиком. Но он действительно просто был огромный для легкой весовой категории, просто гигант. Поэтому, да, здесь интересно. Прагре у нас боксера, у которого всего лишь одно поражение, у Дэвина Хэйни поражения нет, у Дэвина Хэйни может быть где-то фаворит, но для Прагре это уже такая прям родная-родная категория, и несмотря на то, что, может быть, он где-то не очень так супер сбалансированно выступает в последнее время, у него есть удар. Ну, возможно, да, немногие, как бы его предыдущие оценили поединок и ждали чего-то от него большего, но при этом действительно он остается в своей весовой родной категории, так как для Хэйни здесь будет понятно, как он здесь сможет конкурировать, будет ли он здесь большой, останется здесь ли его, скажем так, относительно серьезная ударная мощь. И скорость. И скорость, да. Посмотрим. Поэтому очень-очень интересно переносимся, друзья, в будущее, а будущее у нас начинается с 19 октября. Российская Федерация непобежденные. Наш проспект, практически контендер, легковес Альберт Бартергазиев. Ну, там ходили слухи, что, по-моему, немножко перенесли с 20-го на 19-е, да? Ну, вот, по крайней мере, это на этой неделе в любом случае. Да. На одном известном сайте стоит 19-е число. Возможно, будет какая-то корректировка. Главное, что это на этой неделе. Альберт Бартергазиев сразится с небитым представителем Венесуэлы Эндером Лусесен, на чем счету 20 побед, 16, между прочим, нокаутом. Вот так вот. Да, Альберт Бартергазиев занимает 16-ю строчку мирового рейтинга своего веса, очень достаточно высоко, но все-таки это олимпийский чемпион, между прочим. И вновь привозит ему не битого, а достаточно серьезного соперника с 20-0 уже в 10-м его профессиональном поединке. Да, боксер, который входит в первую сотню мирового рейтинга. Это серьезно, да? Да. Не имеет поражений. Первый у себя в Венесуэле. Поэтому Альберт Бартергазиев своим рекордом подтверждает, что, в общем-то, у него нет такой мешочной диеты, ему действительно привозят опасных, небитых нокаутеров. Надо отметить, что Альберт Бартергазиев всегда идет вот к таким вызовам. Мы помним его чемпионат мира в 2019 году по любительскому олимпийскому боксу. И после этого он всегда ярко заявляет о себе. И, как говорится, утирает нос тем хейтерам, которые говорят, что ничего не получится, ничего не будет, это не выйдет. Поэтому вновь и еще один вызов для Альберта Бартергазиева, который, мне кажется, он достаточно успешно, мы, по крайней мере, надеемся, российские болельщики, пройдет. На этой неделе выходные чемпионских поединков нет, но это не значит, что нет никакого интересного бокса. И интересный бокс есть. И, между прочим, два. Два боя, которые состоятся в Англии в разных шоу. Начну, пожалуй, с поединка, которая состоится в Лондоне. Здесь у нас два небитых проспекта полутяжелого веса 79,4 кб. Оба находятся в пятерке лучших своего веса. И тот, и другой. Дэн Азиз против Джошуа Буатси. 20-0 рекорд у Дэна Азиза, он постарше. И 17-0 у Буатси. Причем, из 17 поединков 13 досрочные. Да, Джошуа Буатси, человек, который давно уже стучится в мировую элиту полутяжелого веса. Правда? Мы уже даже разговоры ходили о его возможном поединке с Дмитрием Биволом. Потом что-то отложилось. Потом еще... Ну, я думаю, коллега на Бивол рановато ходили. Поэтому очень высоко стоит он все-таки в рейтинге. Высоко стоит в поединке против Азиза. Он фаворит. И, может быть, кстати говоря, в случае победы он сразится или с Линдоном Мартуром, или с Энтони Ярдом. Ну, в общем, такой проспект, на которого делается ставка. И, учитывая, какой насыщенный сейчас полутяжелый вес, здесь даже, если у тебя нет шансов прямо сейчас подраться за мировой пояс, есть шанс просто показать себя во всей красе. Сразится с кем-то из топ-10, а там, тем более, столько много англичан, а у себя это, у них на родине, как ты сказал, в Лондоне, это будет очень интересно. Я думаю, соберет, как мы говорим, огромный стадион. Сто процентов. Ну, и еще один поединок, который привлек мое внимание, ну, не только мое, естественно, это бой между Джеком Кэттеролом и Хорхелинаресом. Это состоится в Ливерпуле тоже 21 октября. Делает шоу Эдди Герр, один из главных промоутеров боксерских современных. И здесь Джек Кэттерол возвращается на ринг после поражения по очкам, которые он потерпел в чемпионском поединке. Тогда он проиграл Джошу Тейлору. Ну, как возвращается? Проводит второй бой. Проводит второй бой. Выиграл удар о фоле по очкам. Джошу Тейлору проиграл в чемпионском поединке. И вот достается ему всем прекрасно известный, не нуждающийся в особых представлениях Хорхелинарес. Хорхелинарес, который также возвращается после двух своих поражений. Была у него вылазка, так сказать, в RCC Boxing Promotion. Там он два раза сразился. В первый раз уступил нокаутом в 12-м раунде Зауру Абдулаеву. Потом проиграл по очкам Жория Гамазаряну. И вот теперь вновь возвращается он на боксерский ринг уже Англии. Да, и практически там без двух месяцев в год не выступал Хорхелинарес. Но, видимо, несмотря на свои 38 лет, такой уже возраст для этого веса. Но он, как он говорит, он всегда тренируется, он всегда в хорошей форме, он показывает хороший результат. И видно это по его соцсетям. Ну и, кстати, бой не в легком весе, где числится Линарес, а в 63,5 килограмма. Почему бы нет? Линарес, в принципе, достаточно высокий, 173 сантиметра рост у него, достаточно серьезный размах. Ну, Кэттерл, конечно же, здесь фаворит. Линарес уже, ну, давайте по-честному, он больше такой, как гейткипер уже немножко приезжает. А сколько Линарес проводил уже таких поединков? Вспомни его поединок в 2021 году против Дэвина Хэнни и дал он хороший достаточно бой. Хотя и проиграл. Проиграл, да. Но проиграл так, очень достойно. Потом его очень такой серьезный, очень напряженный поединок против Заура Абдулаева. Также с Жорой Амазаряном он тоже показал, что в принципе еще он имеет какие-то амбиции, такие как бойца. Всегда выходит сражаться и это серьезная проверка для Кэттерола. Молодого боксера. Ну что ж, вот такие выходные у нас. Несмотря на отсутствие чемпионских поединков, бокс есть и есть бокс интересный. Поэтому любите бокс, смотрите бокс. подписывайтесь на наш канал. До свидания. До новых встреч. До свидания.